Сходила опять до Почты России, забрала 3 посылки, я вам покажу. Сходила опять на Валбрис, у меня одна дорога, Почты России до Валбрис, забрала опять пакет, со своей овощикой сходила, так как с 13 февраля ввели платные пакеты, раньше же они платные были, сейчас они платные стали, природу берегут, и вот еще забрала спальный мешок для мамы, мамочка просила заказать. Все, идем домой, там бабушка сидит с дочей, говорит, иди куда тебе надо, он убежал сразу за посылкой. Ну что, начнем с упаковкой, так, это у нас Валбрис, Валбрис. Так, такой шоппер, вообще клевый, смотрите, я думала просто будет такой плащок, как мешковина, а тут еще подкладка, смотрите, есть, еще карман есть, вообще клевый, Пикачу, мой любимый персонаж, стоит 91 рубль, ну стоил я его, урвала, как обычно. Так, шорты, так, вот такие шорты сейчас популярные, укороченные, я взяла за 300 рублей, сейчас они стоят 700, нормальные по качеству, нитки вообще не торчат, клевые, короче. Так, такие носки, тоже с Валбрис, но это горе джинс. Вот такие три пары, тут 240 рублей, что ли. Safe Love Club, Forever Young и Sorry Not Sorry. Ну, прикольные, по качеству тоже хорошие. Так, такая лапка, сейчас посмотрим. Это грызунок для дочи. Она постоянно, у меня зубы, кажется, начинает отрезать, а она постоянно в рот ручку пихает. Ну, еще клевенькая, 120 рублей было, сейчас она тоже 250 стоит, что ли. Так, это Алиэкспресс. Это, короче, такая насадка, сейчас мы видели, может, на кран, на кухону, наверное, в основном. Она, типа, вот так вот крутится, прикручиваешься, и вот эта штука вот так вот вращается, и, типа, а тут струя как в душ. Ну, в общем, не знаю, попробуем. Здесь почти то же самое. Только он еще должен, типа, светиться, когда, допустим, горячий вода красным, холодным, синим, ну, свет. Ну, вот, не знаю, посмотрим, как это работает. Ну, в общем, вот. И здесь должен быть коврик в ванну. Он мне шел еще в распродаже 11,7 за 200 рублей. Ну, обычный коврик такой, простенький. Ну, не мягенький. Я еще за 100 рублей заказываю. Он у меня... Он вообще потерялся, мне деньги уже более в итоге. Вот такой, типа, прорезиненный. Ну, резина, конечно... Одно название, просто чем-то, как будто бы просто капнули даже, это не резина. Ну, короче, вот, не знаю. Все, на сегодня все. Сегодня я иду к косметологу на чистку лица и плюс пилинг. Получается, я до этого ходила на чистку лица, но мне пилинг не сделали, потому что я грудью кормила. А на ГВ нельзя делать пилинг, потому что всякие кислоты, тоси-боси. Ого! Да! Сейчас я ГВ закончила и пойду опять на чистку и на пилинг. У меня сегодня прием в 6 вечера. Муж у меня сегодня вообще выходной, но ему там надо было срочно доделать машину, и он ушел. Сейчас уже время 3 часа, а его до сих пор нет. Не знаю, вообще успеем. Нет, надеюсь, успею. Потому что я уже как-то запланировала, что... Да, ребенок бунтует. Ну, все. Сейчас у меня будет обед. И все. И пойдем. Криш. Я сходила на пилинг. Мне сказали, что моей коже нужен глубокий пилинг, так как у меня просто окна сильно и очень сильно расширены поры. Но в ближайшие 10 дней будет вообще трешак, все слазит. Что-то уже страшно. Капец. Так выглядит моя кожа на первый день после пилинга. Вообще пятнами покрылась как-то. Так я выгляжу на третий день после пилинга. Делали в пятницу, сегодня воскресенье. Ну, кожа уже такая... Скоро отваливаться все начнет. День четвертый. Начинает корочку славить слегка. Пихоньку. Ладно. Дети у нас собрались. Пихоньку. 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 В итоге я вам показывала уже свой ноготь. В итоге отвалился. Мне еще до пятницы доходить. Ужасно. Вот сюда тяну до последнего. Зачем? Сейчас я помылась и нанесла крем вип-антен. Ой, скорее, Боже. Так выглядит... Так выглядит мое лицо на пятый день. Скорее, Боже, все слезло. Этот ящик у меня полностью заказан. Алиэкспресс. А, кстати, портупея я вам не показывала. И Валдерис. Валдерис. Блокал. Тут у меня комплект домашний. Я так меня распаковал. Там кувальник. Юбка. Шорты. Там еще ботик. Еще одни шорты. И шапка с носочками. Не знаю, что так лежит. Лежит. Такой водный коврик заказывала на Валдерис. Что-то вообще не дорого. 300 рублей, кажется, он стоил. Дочь сначала его испугалась. А сейчас вообще играет хорошо с ним. Такой приятненький. Тут еще такие игрушки. Типа есть их можно вот так. Туды-сюды. Потом заказывала на Алиэкспресс такого зайчика. Ну, это типа аналог Алило. Стоило рублей вообще 200. Походу, 300 может. Так, что еще тут? Грелку заказывала у дочи на Валдерисе. С вишневыми косточками их надо греть, получается, в микроволновке. Ну, вообще, нам не понадобились, можно сказать, просто теперь игрушка. Такие наколенники заказывала тоже с Алиэкспресс. Чуть-чуть рублей 80 стоили. Думала, когда ползать, начнет бы додевать. Ну, в итоге так и лежать, что по раз на деле толку-то так и не заметила сильно. Помните, как-то в одном из видео я говорила, что у меня куча косметики, а краситься я не умею. Вот, пожалуйста, вот еще. Я даже забыл, что она у меня есть, хотя я недавно купила. Вот такая красота, абсолютно новенькая. Лежит, потому что я не умею краситься. Вот эта такая шкалетка есть, но она уже у меня маленько поюзанная. Я иногда, когда когда-нибудь надо на мероприятии, так маленько что-нибудь фиганую и все. Даже есть накладные ресницы. И что, еще лежит. Вот все лежит. Что делать, не знаю. Еще вот такую штуку, именной держатель для соски с Алиэкспресс заказывала. Ай, ладно. Вообще тоже 160 рублей, наверное, стоит. Я честно не скажу, но не больше 200 рублей. Вообще классный. Сегодня пятый день после пилинга. Кстати, он называется как-то пилинг из Нера, что ли. Точно не могу сказать. Ну, что-то типа такого. Вообще процедуру как происходило. Очистили мое лицо. Плюс. А. Ну, потом чем-то намазали. И сказали, через 3 часа смыть тебе дома. И все. Я вот смыла, и потом вот началось. До того, как я не смыла, вообще ничего не происходило. Видимо, как с водой соприкоснулась. Вот это все. Кожа резко начала щипеть, краснеть. Короче, ну это нормально. Ну и вот как моя кожа выглядит. Фокус сейчас уже почти вся корка слезла с меня. Вот осталось немножко. Не знаю, через 2 недели как бы сказали повторить процедуру. Ну, я думаю, что я уже не успею, потому что... Потому что что? Потому что это желательно делать зимнее время. Сейчас уже весна. Через несколько дней. Плюс весна, весна, через 4 смысли, ну и солнце уже начинает петь. И это, короче, негативно скажется на моей коже. Там типа ультрафиолет, все дела. Так что, наверное, второй раз пилинг делать не успею. Но я хочу сделать плазмолифтинг. Она сказала, тебе 2 раза пилинг делать и 1 раз плазмолифтинг. Но так я второй раз не успею. Хочу сразу сделаю плазмолифтинг. Через недельку еще мой несчастный страшный ноготь. В пятницу пойду. Наверное, я в этом видео вам уже не успею показать. Готовый результат в следующем. Вообще, начала готовить ужин. Вот, оставила мясо в мультиварку. Не варю на пакет, потому что ничего никак не могу купить. Большую кастрюлю супер. Ну, вообще, я вот хотела поделиться своими покупками. Я иногда грешу этим, потому что не успеваю. У нас есть такой магазин полуфабрикатов. Ну, люди прям сами все делают из домашнего всего. Она называется «Вкусникак Доналд» от этой фирмы. И вот такие супы. Рассольник, горш, горох. У них еще есть солянка. Вообще вкусные эти заправки. Потом у нас от национального блюда в Бурятии есть хушуры. Это получается не как вареники, только внутри мясо. И это все жарится вообще просто обалденно. И национальное наше блюдо – бузы. Это все на пару варится в бузоварке. Вообще просто балдеж. Обязательно надо попробовать. Так, такой же выглядит на шестой день получается. Маленько высыпание пошли. И тут вылез, и тут маленько-маленький. Ну, еще шелушится. Блин, очень. Ну, короче, маленько шелушится. Мажу какой-то корейский SPF крем 50+. Не меньше 20 сказали мазать. Надо обязательно, когда на улицу выходишь. Ну, в течение вот этого заживления. Его вообще я покупала, когда беременная была. Потому что меня напугали, что у беременных там пигментные пятна появляются. Все дела. Вот я мазала летом. И сейчас пригодился. Не знаю. Легче? Лучше становится, нет? А мы собрались гулять с мужем и с дочей. Муж заодно пойдет пострижется. А я потом, точнее после как он пострижется, мы сходим на Валперис опять. Заберем подарки. У нас, получается, наступил праздник белого месяца. В Бурятии мы празднуем такой праздник. По лунному календарю наступил у нас сейчас только год кролика. Так что всех причастных поздравляю. Чистое небо над головой вам всем. И вот, и у нас принято походить к старшим гостям. Ну, уважить их и дарить им подарки. Я все, конечно, заказала Дену Валперис. Сейчас пойду заберу и поедем. Заказала брату и дяде вот такие ремни. Вообще клевые. Натуральная кожа. Вот так вот. Приложили вот такой этот образец, который можно поджигать. Натуральная кожа. Сделано варёв. Пахнет нормально кожей. Вот такой у нас собрался. Вот и пришел только один ремень. Второй придет только завтра. Вообще не в тему. Что делать, не знаю. Сделано вот таких коробочках. Ну, вот сам ремень такой лежал внутри. Но это вообще вот. Но, блин, как они транспортируют-то их? Все вот покоцано. Как такое дарить? Сама коробка. Вообще. Конечно, упакована в одном пакетике. Как это не сломается? Вот лучше бы они купили, упаковали в коробку и добавили к цене плюс 50 рублей. То бы приятнее было, чем получать вот так вот. Ну и что? Придется вот как-то дарить в этой коробке. Вот, ну, не знаю, в общем. И... Так, это точно. Сумку мы собираем. Сейчас поедем в гости. И вот такой набор полотенец из трех штук. Банное, среднее и маленькое лицевое. А, и, кстати, ремень всего стоил 355 рублей, по секрету. А, вообще клевый. А, там акция была сейчас дороже, что ли. Или его вообще уже нету, что-то такое. И полотенце, и мамина подарок такой. Ну, смотрите тоже, как вот такое дарить. Пробито все. Вообще обидно. Ну, а остальное я вам покажу уже, как приедет. Потому что сейчас мы торопимся. А еще мы заказали на подарок двум тетям два чайника. Сейчас покажу. Вот таких. Но они пришли побитые в ручках. Пришлось отказаться. Сейчас экстренно едем с другими подарками. Что теперь? Сходила на маникюр. Такой. Вот нарастили мне вот этот ноготь. Мне кажется, немного широк. Хочется поужинать, но ладно. Иду опять на Валберес. Пришел ремень подарочный. Вот сходила, забрала еще один кожаный ремень. Но мы дяде уже подарили другой подарок. Потому что мы ездили вчера, он не успел прийти. Не знаю, теперь, может, папе его подарю. Или не можем оставить. Просто папе другой отец подарил. Кожаная сумка из натуральной кожи. Думаю, это дополнительный или можно оставить. В общем, не знаю. Сейчас при свете дня покажу вам свою кожу. Она стала намного лучше. Как будто бы светлее. У меня такой тон был, как будто серый. Сейчас у меня он стал лучшим. Так, что еще тут? А, на маникюре я просидела три часа. Вообще жесть. Я привыкла сидеть час, но максимум полтора. А тут три часа. Потому что мой мастер уехал жить, напомню, уже в другой город. И посоветовала, ну, другого мастера. А она так долго делает. Не знаю, делать, в принципе, это хорошо. Просто долго. Не знаю, что делать. Буду менять мастера, возможно. Три часа это вообще. Столько всего пропускаю в жизни. Ладно, все. Продолжение следует...